Друзья, всем привет! Как обычно в это время в эфире телеканала TNT Music, программа Fanbox. На улице уже наступила осень, поэтому мы вновь переехали в теплую и уютную студию. А программа наша про молодежную культуру 21 века и, конечно же, хороших людей. С вами по-прежнему Влада Колберг и Влад Богданов. Ну что, у нас очередная неделя позади, в очередной раз мы готовы, в общем-то, отчитаться, что мы делали. У меня, в общем, продолжение моей берлинской истории по-прежнему показывает самые крутые технологии, связанные с бытовой техникой и, конечно же, стрит-арт. Я, наконец-таки, побывал, не поверите, на берлинской стене и увидел своими глазами, как Брежнев целует какого-то начальника немецкого. Как тебе? Слушай, ну, нарисовано нормально, но зрелище так себе. Понятно. Ну, а я на этой неделе строила рейд по секонд-хендам. Прочекала самый классный, так что, Глебчик, я прикрепила адресочки. Меня можно сдавать. Как уже? Да, можно тебя туда вкрыть. Владос, у тебя что? Я исполнил мечту своего детства. Как думаете, на чем я научился играть? Ну, на нервах ты умеешь играть хорошо. Уже профессионал. Да, вам угадала. Реально? Стоп, 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 стоп. Я уже делала такой сюжет. Ну, ты украла идею у меня. О, нет. И я хотел... Ребята, ребята, брейк, брейк, брейк. Сейчас принесем барабанные палочки и будет дуэль. А пока давайте начнем программу. Друзья, наше пребывание в Берлине продолжается. Напомним, что сюда мы приехали на выставку Ифа, где ежегодно представляют новинки бытовой техники. Она проходит аж с 1924 года и является одной из главных в своем роде. Ну и, конечно же, приехать в Берлин и не заценить местный стрит-арт мы никак не могли. Перейдя через мост из района Кройцберг, мы оказались у одной из главных достопримечательностей этого города. В общем, мы потихонечку перебрались на сторону Советского Союза. И вот она, легендарная Берлинская стена, которая является памятником современного искусства. Это, наверное, один из самых известных и старых граффити-спотов в мире. 30 лет назад, когда стена рухнулась, здесь появились работы, которые стали символом города. Ушла целая эпоха и основная тематика работ посвящена именно этому. Свободе, дружбе и миру во всем мире. Ну и, конечно же, куда без музыкального сопровождения. Стоит отметить, что Берлин очень музыкальный город. Услышать пение на улице можно во многих районах. Но главная концентрация звука в эти дни была на выставке Ифа. Так как мы канал музыкальный, нас, конечно же, интересовали новинки звука. В этом году бренд JBL представил целую серию беспроводных девайсов. Сегодня в ритме больших и шумных городов одно из главных для наушников – это частота звука и возможность слушать музыку без подзарядки как можно дольше. JBL Tune 120 созданы как раз-таки для тех, кто не привык расставаться с музыкой. Мы создали максимально мощный продукт. 16 часов работы при заряженном кейсе. 4 часа без перерывного воспроизведения. А 15 минут зарядки хватает на целый час. Это очень круто. Ну и, конечно же, технология JBL Pure Bass, которая позволяет наслаждаться максимально качественным звуком. Также JBL Tune 120 за одно нажатие кнопки соединит вас с Google Assistant или Siri, что позволит набрать нужный номер на телефоне, не доставая его из кармана. Еще одна новинка, которую ждали многие аудиофилы – это JBL Tune 750. С этими наушниками к вам в уши не проникнет ни один посторонний звук. Это, можно сказать, наша гордость. Наушники с активным швумоподавлением. Они работают через Bluetooth, но также в комплекте идет провод. Еще JBL Tune 750 очень портативно. Они помещаются в небольшой кейс. И самое крутое, что они заряжаются полностью всего за 2 часа. Ну а мы снова возвращаемся на улицу. Вы видите толпу за моей спиной. Все эти люди стоят для того, чтобы сфотографироваться с самой популярной работой на этой стене. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Этот знаменитый поцелуй знают во всем мире. Работа была нарисована по фотографии, сделанной в Шереметьево во время встречи руководителя ГДР и генсека ЦК КПСС. Работа «Диагональное решение проблем» Михаила Серебрякова в очередной раз доказывает, что времена меняются, а смысл остается. Палец вверх символизирует общество, живущее под давлением правительства. Еще одна работа, которая мне, как кажется, должна называться первозданность. Яркая и красочная, она переносит нас к самому началу мироздания. Многие называют ее Адам и Ева, но точной информации мне найти не удалось. После падения Берлинской стены город стал жить прежней жизнью. Многие немцы смогли, по сути, вернуться домой. И коль уж мы заговорили о доме, стоит снова вернуться на выставку Ифа, где мы продолжим знакомить вас с новинками от компании «Хармон». Отдельным направлением в создании звуковых систем является продукция «Хармон Кардон». Стильные звуковые системы нового поколения, которые превратят ваш дом буквально в концертную площадку. Citation 500 – первая в мире домашняя система звука с LCD-дисплеем. Она небольшая, но при этом дает супер-качественный звук, который заполняет все помещение. Также эта система поддерживается голосовым помощником, что делает ее использование максимально комфортным и удобным. В линейке 8 вариантов колонок, которые идеально встроятся в ваш интерьер. Это умная система, которая позволяет строить не только мультирум, но и стерео. А также объемный звук 5.1. И так это только часть новинок от компании «Хармон», которые были представлены на этой выставке. Во всех новых системах реально можно потеряться, ведь прогресс не стоит на месте, и инновации ежегодно сменяют друг друга. Единственное, что остается неизменимым – это качественный звук. Ведь один из лозунгов компании звучит так – «Dare to listen», что переводится как «осмелься услышать». И те, кто однажды заценил качество этого звука, вряд ли найдет что-то лучшее. Отдавать баснословные деньги за одежду готов не каждый, но при этом одеваться классно хотят все. Сегодня у меня есть 5000 рублей, список секонд-хендов и винтажных магазинов. Погнали шопиться! Если раньше секонды считались магазинами исключительно для людей с сильно ограниченным бюджетом, то сегодня это любимое место модников по всему миру. Именно здесь можно отыскать сокровища былых эпох, которые абсолютно точно будут настоящим эксклюзивом. Кажется, мы с первого раза просто залетели в крутейший секонд-хенд. Здесь просто огромнейший выбор всего. Я собрала карту секонд-хендов по отзывам в интернете и решила проверить их собственными глазами и руками. Судя по ценовой политике, 5000 рублей мне должно хватить чуть ли не на тотал лук. Первым стал магазин с американскими привозами ничего подобного. Название говорящее. Сейчас проверим. Я реально не представляю, сколько нужно это все отсматривать. Здесь просто какой-то конский выбор одежды, вычитывая, что, естественно, здесь много и не очень шмоток. Придется покопаться. Удача нам. Натуральная кожа стоит 3400. Единственное, конечно, это супер-оверсайз, но померить можно. Длина просто мощнейшая. Не мой вариантик. После погружения в бесконечные ряды одежды я поняла одну из самых больших проблем секондов. Это преимущественно огромные размеры, которые даже для понятия оверсайз будут слишком. Здесь просто какой-то отсек с цирковыми костюмами. Даже не знаю, хорошо это или плохо наличие такого выбора. Потому что ширпотреба тут предостаточно. И среди него нужно отыскать что-то крутое. Честно, не хватает терпения рыться. Владос, иди сюда, я тебе тут костюм нашла. Он тебя уже заждался. Что, думают, когда ты его заберешь? Так, ну что, я набрала целые руки. У меня уже горят бицухи оттоков, мне тяжело держать. Я погнала мерюсь. Мне кажется, в этой вселенной я никогда не найду себе кожаный плащ. Ну зачем эти плечи огромные? Зачем? И этот тоже не подошел. Ну что же, из этого секонда я выжила все, что могла. Гоним дальше. Ну что, друзья, секонд номер два. Пойдем попытаем удачу здесь. Может, урвем что-нибудь классное. Перемещаемся во второй магазин. Планета секонд. Обратили внимание, да? Да. Эксклюзивчик. Планета. Так что, в принципе, хайбистом тоже сюда можно гонять. Пушка? Пушка. 540 рублей. Просто сказка. Вот какой-то немецкий рабочий сдал свою куртёху. Как будто Харен Престон. Пожалуйста. Сколько стоит? 1600 рублей против 16 тысяч рублей. А? Берём. Выглядит всё, конечно, не очень презентабельно на первый взгляд. Но если порыться, то всё-таки можно найти хорошие вещи. Погнали мерить. Чувак, нормально? Когда я немного переработал северсайз. Ух, сложный выбор. Я боюсь потратить основную сумму и в следующем магазине встретить вещь покруче. Но знаете, давайте я не буду рассказывать то, что я купила. Всё сами увидите на финале съёмки Лука. Летим дальше. Это винтажный шоп. Надеюсь, что здесь мы точно что-нибудь найдём. Магазин Фрик Фрак – это винтажный стор. Зайдя, ты попадаешь в прошлое. Здесь вывешена одежда разных эпох в отличном состоянии. Ну и ценовая политика здесь повыше, чем в секонд-хендах. Если я соберусь целенский табор, я обязательно куплю себе эту рубашку. В общем, изрядно вымотавшись этим шоппингом, мне всё-таки удалось отыскать несколько классных вещей. Каких – сейчас покажу. Друзья, вы все уже знакомы с нашим суперфотографом Виталиком. Привет. И нам, собственно, осталось сделать лутбук того, что мы купили, и он нам с этим поможет. Погнали. Итак, потратив целый день, обойдя два секонда и один винтажный стор с пятью тысячами рублей, я смогла купить крутейший олдскульный тренч за три с половиной тысячи рублей, кожаную сумку за тысяча двести и платок за триста рублей. По-моему, сделка удалась. Тем более, таких вещей я точно больше ни на ком не встречу в городе. Почему-то я уверен, что в детстве все хотели научиться играть на барабанах. По крайней мере, я так точно. И вот сегодня, спустя долгие годы, я попробую сесть за настоящую барабанную установку. Еу! Здорово! Здорово! Друзья, это Ханни, тоже, кстати, Влад. Сегодня он мне поможет во всем, потому что он настоящий профи своего дела. Сделаем все? Конечно же. Влад вырос в творческой семье. Могу сказать, что он музыкант аж в шестом поколении. Не продолжить семейную династию было просто невозможно. И уже в шесть лет он начал заниматься музыкой. У меня это было с молоком матери, грубо говоря. У меня не было другого выхода. Я расставлял в детстве кастрюлю по полу, знаешь, и всеми подрубшими средствами стучал по ним. Это было откуда-то изнутри, неподдельное. Начал заниматься ударами параллельно с фортепиано. И получил высшее музыкальное образование, профессиональное в музыкальной сфере. Закончил московскую консерваторию по ударным. Вот. И ушел из классической музыки в неклассическую. Сейчас Ханни сам пишет музыку и гастролирует с большинством артистов нашего шоу-бизнеса. Так что уверен, на многих концертах вы его видели. Один из коллективов, с кем работает Влад, это Артик и Асти. Пользуясь случаем, я решил взять урок и сыграть какой-нибудь их трек. Ну так, с чего мы начинаем? Начинаем с того, что садимся и играем. Так. Берем палочки. Как палочки держать, сразу показываю. Мысленно делим одну палочку на три части равных. Примерно так, на глаз. Разделил. Да, и вот в конце первой нижней части держим ее вот этими пальцами. Это основные у нас два пальца, замок. А остальные помогают. Ага. Вот так вот, чтобы она крепко сидела в руке. Садимся, значит, левая нога у нас на ту педальку. Так. Правая нога на эту педальку. Этот барабан у нас называется кик. Кик. Или бочка. Так. Кик проще. Эта штука называется хэт. Правая рука играет у нас сверху, левая снизу. То есть практически крест-накрест. Ага. Правая рука у нас будет играть вот сюда. Так. А левая сюда. Ага. Правильно. Почему нельзя было сделать вот так? Потому что по хэту нужно постоянно вести и больше движений. А так как ты правша, правая рука у тебя будет меньше уставать. Ага. Да, понял. Ритм, который мы сейчас будем изучать, это классический ритм для попсы, для диско, для хаоса и так далее. Один. У нас будет удар в кик. Да. Второй счет. Это правой рукой в хэт. Здесь зажатый ногой. Да. Да. Левая рука у нас под правой находит. Ага. Да. Это значит раз, два. На третий счет у нас идет уже чуть-чуть посложнее. У нас идет кик и рабочий. Или снейр, рабочий, малый барабан. Можно в малый давай? Два. Три. Нет, вместе они должны сыграть. Раз, два. Раз, два. Сейчас, погоди. Так, так. Да. Вот. И на четвертый счет тоже хэт. Все. Один. Вот у нас эта группировка закончилась. Теперь нам нужно ее наработать, чтобы она легче получалась. И песня строится на этом просто в ритме. Однако, это все оказалось совсем не так просто, как я думал. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Нет, ты в два раза быстрее играешь. Все под счет. Раз, два, три. И на три у нас играет левая рука. А, на три. Так. Да. Раз, два. Да. Я смотрел концерты и зрительно снимал, что делает барабанщик. Зрительный на слух. И пытался это повторить. И путем многократных повторений, многогодовых, я пришел к какому-то там определенному рубежу. Так, хэт закрыли. На педальку нажали. Воу. Ага. Вот. Это реально сложно просто. Просто в мозгу все это совместить. И раскоординировать. Раскоординировать, да. Да. Давай еще разочек этот ритм сыграть. Я реально. Правая нога. Вообще живет своей жизнью. Делает все, что хочет. Но не то, что я посылаю ей своим мозгом. У тебя сейчас должны просто ощущения, да, ощущения автоматизма и привычки прийти в руки и в ноги. Сейчас вот минут пять, десять, пятнадцать. Блин. Теперь я тебе включаю песню. Тихо. Ты должен будешь попробовать под песню-то сыграть. Давай. Сейчас я ее найду. Где тут она у нас? Будет припев у нас. Раз, два, три, четыре. А можешь мне посчитать еще два? Да. Сейчас. Это не так, у нас так кажется. И. С одной стороны вроде бы нужно расслабиться, с другой сосредоточиться на своих движениях. В голове, по крайней мере, в моей не очень укладывается, как можно руками отбивать один ритм, а ногами противоположный. Как заставить правой ногу себя слушаться? Ну, она не будет просто так слушаться. Для нее это непривычно. Это вообще, в принципе, для твоего тела, для организма это все противоестественно. Когда ты в одну руку, ей нужно делать одно, в другой руке другое, и еще и ногой надо что-то делать. Это еще и держать зажатый хэд. И понимать, что ты там в музыке где-то находишься. Это называется раскоординация как раз таки. У тебя, наверное, мозг сейчас просто, точнее уши и кровь из тебя. Не, я привык, я же и обучал долгое время, так что нормально. Это естественный процесс, со мной было то же самое, когда я садился. И ты садишься, у тебя не получается. И ты думаешь, почему у меня не играет нога, почему у меня не играет рука. И ты не понимаешь, почему это происходит, то приходится и тебе заниматься просто. Другими способами это не исправить никак. Давай еще разочек. Коротко в моем чувстве ритма. Нормально, нормально. Открытое соло, называется. Как и в любом занятии, это дело опыта. И спустя еще пару прогонов у меня хоть немного, но получилось. Раз, два, три, четыре. Конечно, сделал я это не так ловко, как Хани, но положительными эмоциями определенно зарядился. Теперь осталось найти свободное время и вернуться в эту студию еще раз. Ну что, спасибо, что помог воплотить мне в жизнь мою мечту. Возвращаю тебе обратно твои палочки. Спасибо, ты молодец. Спасибо. Спасибо. Йоу.